Итак, всем привет, с вами Дубгай. Продолжаем играть в Викторе 3 за Францию. Продолжаем идти к нашей мировой революции. В прошлой серии мы занимались уровнем жизни, очень неплохо им занялись. Он у нас под рог, так солидненько, солидненько. В целом, есть еще куда идти, есть еще куда расти. Нам нужно, видите, вот с этими товарами что-то сделать, в основном, с вином. Я думаю, в этой серии мы, во-первых, какие-то другие минусы закроем, которые у нас тут есть. А, во-вторых, наверное, начнем нереальное производство пшеницы, пожалуй. И таким образом вина. И будем ее просто продавать кому угодно, чтобы, соответственно, у нас производилось вино. И покрыть этот вот минус. Я думаю, если мы вот это закроем, плюс-минус, то у нас, на самом деле, уровень жизни еще неплохо подрастет. Вот. Плюс, конечно же, мы продолжим колонизировать Африку. Мы вот тут в Португалии забрали часть колонии неплохую. Можем еще вот этих вот минурочков поесть, плюс-минус. И, в принципе, я бы еще добил Португалию. Съел бы Мадагаскар. После этого, возможно, начал бы заниматься какими-нибудь либо российскими колониями, либо британскими колониями. Тоже мы их хотим выбивать. Надо помнить. У нас еще одна, так сказать, микроцель. Это выбить всех из Африки. Вот, посмотрим, получится ли у нас это сделать. Я думаю, примерно план назначен. Давайте, поехали. Смотрите-ка, яички, которых я хочу. Ладно. Я хотел сказать, не капитулируют. Но нет, они капитулировали. Все как обычно. А давайте тогда продолжаем дальше. Я вот сюда сейчас захватываю. Потом пойдем, наверное, здесь добьем. Странно. Посмотрим сейчас. Ну-ка, вот здесь уже интереснее. Австрия поддержала этих ребят. Я подозреваю, конечно, то, что с австралиейной страной воины здесь не будет. Потому что они сюда не могут пускай никак перебросить. Но, допустим. Допустим, мы решили не побежать. Если говорить, я вам встала минорчик. Но это хорошо, как обычно. Это значит, что я сейчас аннексирую полностью эту страну и смогу быстрее колонизировать. Но это самое главное. Это значит, что сейчас, скорее всего, они, блин, все еще опасения. Но они могут не отказаться воевать. Могут все-таки войти в войну. И тогда я сразу двоих аннексирую побыстрее. В целом будет неплохо. А нет. Урунди отступается. Ну, все как обычно. Короче говоря, давайте теперь Руандой. А, мы из-за вот этого не можем. Окей, ничего необычного. Смотрите, вот это самые храбрые жители Африки. После вот этих. Те тоже. Или. Короче говоря, я помню, по-моему, кто-то мне отказывал тоже. Возможно, они. Возможно, я уже не помню. Возможно, это был Пенин. И вот Куба тоже отказала сдаться. Но не сильно это им поможет. Тем не менее. У нас, кстати говоря, открылась. Рассидраншей. Отлично. Я бы сразу сделал военное моделирование. У нас будет осадная артиллерия. И после этого, на долгое время, наша армия будет самой совершенной. Можно, в принципе, уже даже переключиться, я думаю. Здесь, кстати говоря, тоже переключиться. С той простой причиной, что эта война не страшная. Здесь мы все равно будем побеждать. А чем раньше мы... Так. Купный фронт. Так, оборона, да, нам нужна. Тихо. Здесь, по-моему, верфи можно взять. Так вот. Чем раньше мы переключимся полностью, тем лучше. И вслед за Кубой восстала у нас Папуа. Это вот здесь. И это, на самом деле, тоже очень классное восстание. Я сразу все доколонизирую. И не придется ждать, как вот эти колонии будут расти здесь. Кстати говоря, странно, что здесь написано, что не можем. Но можем, вообще-то. И вот, как я и говорил, здесь мы тоже ускоряем наш рост колоний. Африка скоро будет полностью наша. Забавный факт. Я эльфовую башню построил уже 20 тысяч лет назад. Но столько сейчас появляется этот ивент. Ну, все ивенты какие-то смешные. Это точно нет. Ну, давайте одобрение возьмем. Что еще брать? Ого. А вот это... Это мне нравится, слушайте. Это мне нравится. Испытывают тягу к картинам. Конечно, мы берем это. Тягу к вину у меня убивает. Но тягу к картинам хотя бы можно восполнить. Потому что это товар, который нужно просто производить на фабриках. Вино нужно выращивать. Не, не уверен я, что это сильно прям поднимется в рост. Но допустим. Сейчас посмотрим. Картины продавать я только за. Мы, кстати говоря, все еще на телефоны не перешли. Хотел бы я увидеть, сколько там мне телефонов нужно. Но я подозреваю, что это можно сделать вот так. Да, полторы тысячи телефонов. Ну что ж, мы тогда строим их просто-напросто. Я тут, кстати, перешел на новые методы производства одежды. И получился вот такой вот плюс 30 тысяч. Ну, мы сейчас, конечно, начали экспорт везде. Я позакидывал. Но плюс такой получился очень солидный. А вот с электричеством получился солидный минус. Но это все решаемо. Сейчас электростанции наделаем. Все станет нормально. А еще у нас же появилась новая бюрократия. Следовательно, мы можем проставить все стриты везде. Ну и получилось как-то вот так. Минус 5 тысяч. Сейчас мы это все плюс увидим. Восточное Мали я оставляю незакоренным, чтобы было лишних 2% образования. Ну и тут периодически вот нации к нам сами решат. Возойти, да? Как бы восстали. Ну, будьте добры, войти в наш состав. И я все думаю, когда же там произойдет наша Советская Республика. Пока что никто ее не хочет. Возможно, слишком рано. Возможно, хотя каких-то ноги у нас нет. У нас есть уже анархизм. У нас есть уже социализм. И то и то может прокнуть, собственно говоря, путь к социализму. Но ни коммунисты, ни анархисты, ни авангардисты у нас не прокрут. Итак, есть первые желающие на Советскую Республику. Я все жду и вижу, как кто-то еще захочет. Забавно, что социалисты им плевать. А вот селяне могут поддерживать. Видимо, там какой-то парень такой появился. Анархист. Вопрос. По социализму. Так. Входи состав правительства влияния больше 15%. Нужно как-то забустить влияние селян в скобочках никак. Ладно, у нас хотя бы появился анархист. Вот интеллигент бы стал хоть кем-то. Вот это было бы нормально. Ну нормально, нормально. Короче говоря, шансы есть. Я их вижу. Итак, я тут немножко решил инвестировать наконец-таки в пшеницу. Ну а очевидно на самом деле в вино. Ну и мы будем строить 17 страниц пшеничных полей. Надеюсь, французам этого хватит на вино. И застроили мы все это просто очень быстро. Единственное, теперь надо немножко посмотреть, что у нас тут с... Да, с железными дорогами. Видите, некоторые появились приколы. Но в целом ничего, так сказать, сверхъестественного. Все это реально и решаемо. Ну и я надеюсь, что сейчас потихоньку с видом у нас проблема должна решиться. Я очень надеюсь. Более того, я думаю, есть смысл делать вот так. Чтобы производить меньше зерна. Давайте попробуем. Ага, нет, тогда минус 14 тысяч. Ладно, зерно мы все-таки будем... Создавать в большом количестве. Ну тогда просто находить, кому его продавать, верно? Все очень просто. И слушайте-ка, наши инвестиции в вино оправдали себя. Мы достигли уже 25 уровня жизни среднего. Потихоньку низший класс тоже становится зажиточным. Ну как бы он движется от 25. И я этим доволен. Мы, в принципе, какие-то новые товары. Вот у нас фрукты стали снова в цене. Видимо, они повысили свой уровень жизни. И у них новая потребность появилась. Но мы ее удовлетворяем. Ну как же они... Как же они жрут вино? У нас еще его кто-то покупает. Австрия. 4-го Австрия покупает наше вино. Это неопростительно, я считаю. Но у нас и так уже должны стоять, я думаю. Нет, не стоят. Вот. Никому нельзя покупать наше вино. Блин, я подумал насчет эмбарго. Из-за вина. Да. Но уж слишком много торгуем. Ладно. Одно вино. Конечно, неприятно. Но, наверное, все-таки всего этого не стоит. Конечно, уровень жизни еще должен в теории подрасти, когда мы перейдем с парламентской на Советскую Республику. И давайте попробуем, насколько мы умрем. Вроде как не сильно. Вроде как даже революции не будет, если мы будем пробовать принимать. А попытка принять это уже шанс, верно? Конечно, тут все будут против. Но шанс-то есть. Колонизация, кстати говоря, потихоньку завершается. На Западе мы уже почти все доколоннили. Здесь тоже. У нас уже бесчестье откатилось. Следовательно, что? Следовательно, можно доедать мелочь всякую. Вот типа вот такой. О, ну-ка. Блин, это, конечно, интересно. Но вот то, что они всем минус лояльность делают, это очень неинтересно. Потому что тут чуть-чуть туда-сюда и как бы промышленники. Тут же да. Туда-сюда и как бы революция. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Можем еще вот так сделать. Надеяться на лучшее. Блин, вот вроде яишки делают больше, но все равно недостаточно. Конечно, опять же, это из-за того, что я на Франции. Но мне очень не хватает товаров из мира. Очень не хватает. А сам я все не произвожу. Кстати, уровень жизни продолжает расти. Меня это радует. Посмотрим, где он становится. Но революция пока что не случается. Пока что мы все прокаем и прокаем. Детскую республику. Позитивный ивент тоже. 30% ребята. Неужели это оно? Ну и смотрите-ка, за эту мелочь стопилось Британия. Ну, что я вам скажу, Британия. Ты только попробуй. Останешься без колоний. Ну, я на... Кидал тут немножко завоеваний. Под сотку как раз получилось. Я надеюсь, Британия... Точнее, что вот эти ребята не передумают. Давайте-ка даже сделаем вот так. Может, у них тогда больше желания будет повоевать. Потому что я точно хочу у Британии все отобрать. Кстати говоря, с зерном все не так плохо, как я думал. 25 тысяч мы продаем. На самом деле. И это меня радует. Сколько у нас вообще, наверное... Нет, не так уж и много. 50 всего лишь тысяч. Все-таки более дорогие товары подороже нам дают пошлины. Круто. На самом деле, очень хорошо, что мы можем все это экспортировать. Следовательно, мы сможем все это продолжить производить. И у нас подходит революция на сохранение закона. Как я и говорил, все-таки ребята не выдержали Советскую Республику. Придется ее отменить. Пока что. И да, они пошли на войну. Ура, товарищи, получается. У меня еще войска везде доходят, но... Я предполагаю, что не сильно долго это будет. И мы сейчас все здесь докрасим. И в Британии отожмем кучу колоний. В Британии даже сюда войска не отправила. Как будто до последнего думала, что французы передумают. Но нет. Французы уверены в себе, как никогда. И... Ну, и либо, что вот эти парни передумают. Так что, вот. Британия, скажи, пока колония. Мы тем временем в огромных минусах. Вы думаете, это из-за войны? Нет. Это из-за того, что мы строим кучу плантаций, кучу пшеничных полей. Потому что мне нужно делать вино и фрукты дешевле. Вот фрукты уже начали дешевле становиться. Видите, отсюда ушли из самого верха. Но вино все еще нет. Возможно, параллельно еще потом мясом, сахаром займемся. Вот этими всеми товарами. Потому что население их потребляет. Им нужна там небольшая цена. Ну, кстати говоря, тут уже капитуляция подходит. Руанда, я полагаю. Да. И осталось только ожидаться, пока Британия капитулирует. И это будет не так уж и долго. Потому что мы контролируем кучу колоний. Они еще, тем более, наши военные цели. Так что просто дожидаемся к концу. В стране образована новая партия. Коммунистическая партия. Отлично. Нам бы только, чтобы они посильнее стали. Давайте вот так сделаем. Кстати говоря, мы можем оставить их в правительстве. Отлично. Я поздравлю. Мы могли бы еще кого-то сюда запросить. Но нет, давайте вот так и сделаем. В принципе, коммунистическая партия вперед, ребята. Несмотря на войну, на сроке жизни все равно растет. В основном это потому, что мы с Британией так не торгуем. У нас эмбарго от них. Я только единственное им в ответ не кинул. Но как бы зачем кидать в ответ? Если и так мы не торгуем. Не тратить лишнее... Собственно говоря, лишнее влияние. Которое я трачу на, допустим, улучшение отношений. И плюс ускорение снижения дурной славы. Вот как сейчас и было. Забавный факт. Британия потратила на эту войну еще больше нас. Хотя, казалось бы, у нас достаточно большая и дорогая армия. Но нет. Они потратили еще больше. Кстати говоря... А, ну это революция у них случалась. Это не войны. Вот. Ну и уже совсем немножко осталось до полной капитуляции. И, кстати, я вас поздравлю. Выборы свершились вот такие вот. Пусть социализму завершена. Один закон о защите профсоюзов. То есть, это... Это дюбельный закон. Нет, ладно. Короче говоря, коммунисты в правительстве. Операция проведена успешно. Осталось лишь дойти до Советской Республики. Ну, действительно, здесь те, кто... Хотя нет, слушайте. Это метки буржуа. Их можно вот так вот. Оп. И они спокойно, да, относятся. Да, отлично. Слушайте, у нас все шансы. Это оно. Давайте. Итак, у нас тут еще прогулка на минус скорость прокрутки. Ну и теперь посуперять законы и иметь логативность. Вау. Прикольно, что они это пишут. Так вот. И крутки серебра быстрые. Мы скоро узнаем, получится что-то или нет. Ивен говна. Как обычно. Так. Ничего не произошло. А, нет. Происходит. Нужно побольше таких речей, конечно же. Производство радио-то что? Ясно. Ничего интересного тоже. Ну, здесь мы их выбили. Здесь мы британцев практически выбили. Но сейчас они капитулируют. В следующей неделе, собственно говоря. Вот оно. Я уж подумал сначала, что вылетела игра. Мы избавились от британских. Вот здесь вот колоний на берегу. Юго-западном. И чуть-чуть. В Сахаре. Тоже. Мы подобрали территорию. Отлично. Потихоньку британцев мы выбиваем отсюда. Ну, еще далеко нам. До полого контроля Африки. Ребята. Оно. Это оно. Эх. Принят закон Советская Республика. Плюс один размер правительства. Минус штрафа диалоги. Но самое главное. Политсила фермеров и механиков. И теперь у нас... Так, ну-ка, должна быть командная экономика сразу поставлена, нет? Смотрите, у нас может быть Советская Республика со свободной конкуренцией. Я правильно это понял? Видимо, да. Странно. Подождите. Оно запрещает несколько производственных методов. Это. Ну да, в собственности запрещают. Оно вот теперь у нас... Господи, у нас теперь всегда будет гореть вот этот уследственный знак. Ну, в любом случае, у нас теперь здесь везде производственные кооперативы. То есть у нас нету капиталистов. Нету... Никаких вот этих вот высших классов на наших. Ну вот посмотрим, что это приведет... К чему это приведет в нашу страну. Франция окрасилась в красные цвета. Сейчас это еще неплохое, но за Британией один в один, блин. Ну и посмотрим, как это будет сказаться на уровне жизни. Кроме того, я подозреваю, что... Ну-ка, что это открывает? Госуправление открывает. Так, ну у нас в госуправлении вроде так было. В полиции нет. Это вот это вот. То есть это будет больше чиновников, но меньше рабочих. Нет, пускай, наверное, у нас будет кооператив. Хотя, здесь видите, здесь меньше работников, равно меньше зарплат. Но зато здесь больше зарплаты бедным. Ой, и они 25,5 уже, кстати говоря, по уровню жизни. Очень хорошо. Будет сейчас потихоньку, наверное, перераспределяться богатство. Вот, на этом, я думаю, можно эту серию подзакончить. Мы достигли нашей, собственно говоря, цели. Теперь я подозреваю, можно было бы командную экономику сделать. Потому что, видите, инвестпулу просто, ну, нету. Он потратится, который есть текущий. Но больше он не будет увеличиваться. Единственное, что мне не нравится в командной экономике, это обязательные субсидии. Из-за этого, я думаю, наверное, мы не будем менять. Ну как? Ради, так сказать... Ради милов, конечно же, поменяем, наверное. Но кто это хочет? Хотя только профсоюзы, командную экономику. Да. Ну, короче говоря, следующую серию посмотрим. Скорее всего, поставим, я думаю. Вот. А, ребят, с вами в Дубге. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.